Объясняя мир, можно изменить его. Всемирный день философии. Праздник молодой. Его провозгласили на 33-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2005 году в Париже. Главная его задача – приобщить мировое сообщество к богатству мысли и поиску адекватных решений актуальных проблем. Так, опрошенные телеканалом Самара ГИС-эксперты считают, что ответы на самые главные вопросы современности не сильно изменились со времен античности. А вот постановка вопроса в последнее время звучит по-новому. Так, с приходом пандемии человек все больше стал задумываться о сущности бытия и фундаментальной ценности здоровья. Некоторые философы считают, что современное общество разделилось на сторонников трансгуманизма и гедонизма. Первые имеют цель победить старение и смерть, а вот вторые считают высшим благом исключительно удовольствие. Трансгуманистический проект – это проект переноса сознания на небиологический носитель. Вопрос о здоровье человека в этой связи приобретает некоторое новое звучание. Гедонизм, конечно же, существует. Гедонизм как мировоззренческая установка, гедонизм как психологическая склонность человека вообще. И хотя общество потребления – это как раз и есть общество гедонизма, гедонистическое общество, но уже много десятилетий, как минимум последние три-четыре десятилетия, философы, социологи говорят о кризисе, глубочайшем кризисе общества потребления. За последнюю пятилетку интерес к изучению философии возрос, только он так же, как и само общество, трансформировался. От классической образовательной формы и получения профессии философ наука ушла в интернет. Существует такая довольно-таки расхожая точка зрения, она весьма наивная относительно того, что, скажем, образование должно соответствовать будущей специальности. Люди, может быть, активно не выбирают этот вид образования, но зато активно читают. Философия вырабатывает целый ряд таких важных компетенций, как сейчас модно говорить, мыслительно. В целом она ориентируется на формирование мыслительной культуры, да, то есть это способность к анализу, синтезу, прогнозированию, а главное – критическому мышлению. Но философию изучать необходимо, настаивают эксперты. Ведь даже если она не пригодится вам в профессии, она пригодится вам в жизни. Ольга Хомракулова, Василий Колдашов. События.